Валерий Курас Поэтому всегда приглашаем в студию только тех людей, которые имеют четкое представление о том, что же такое высокий уровень жизни. 250 миллионов долларов готовы инвестировать Джордж Клуни и Брэд Питт в строительство города мечты. Они оба давно хотят жить в небольшом, закрытом городе в окрестностях Лос-Анджелеса. И главные требования – современная развитая инфраструктура, приятные соседи и близости к киностудии. А главное – запрет на въезд папарацци. Проект почти утвержден. Друзья ищут компанию, которая сможет реализовать их мечту. Бизнес-ленд. Тема нашей программы. Представляю экспертов студии. Председатель совета директоров компании «Евразия Сити» Артур Трофимов. Генеральный директор компании «Смарт-проперти» Константин Королев. И профессор Московского архитектурного института, директор центра «Урбанистика» Алексей Крашенинников. Все чаще западные бизнесмены стали арендовать офисы для своих компаний в пригороде. Миллиардер Тернер перевез своих сотрудников из Нью-Йорка в Бруклин. Дональд Трамп сам финансирует строительство бизнес-ленда недалеко от Лос-Анджелеса. Английский миллиардер Филип Грин вместе с компанией переехал в предместе Лондона на постоянное место жительства. О том, почему состоятельные россияне сегодня выбирают для жизни и бизнеса малые города, в нашем сюжете. Смотрим. Пусть позади Москва и отступать кажется некуда. Генеральный директор одной из строительных компаний Климовска Сергей Уманский осматривает новую площадку. Амбиций на строительство в столице он не имеет, считает бесперспективным. Москва как большая строительная площадка себя исчерпала, либо скоро исчерпает будущее по строительству жилья Западной Москвы. Здесь большие ресурсы. И это говорит даже, подтверждает тот факт, что большое количество москвичей приобретает у нас квартиры здесь в городе Климовский. Главный редактор специализированного строительного журнала Татьяна Марканова сдает новый номер. За главная тема, кто останется жить в Москве. Журналист Марканова провела эксперимент. Оказалось, 90% респондентов просто вынуждены жить в столице. Народ устает. Устает от этого ритма. Я знаю очень многих бизнесменов, которые свой бизнес переносят в Московскую область даже. На мониторе компьютера директора одного из строительных корпораций 3D-видео. Смотришь и понимаешь, как раньше жить уже больше нельзя. Вот он, новый город на ваших экранах, всего в 11 километрах от Москвы. Правда, пока еще только на графике. У него даже еще названия нет. Зато идейные организаторы проекта знают. Это новый город. Город бизнеса. 150 тысяч жителей будут все вместе заодно делать деньги. Общие показатели удивляют всех. 60 тысяч новых рабочих мест и почти 400 миллиардов инвестиций. То, что за Московской областью будущее, журналист Марканова даже не сомневается. Центральная кольцевая автодорога даст новое движение не только транспорту. Массовые застройки в Подмосковье. Дорога сама по себе одна не строится. Сразу возникает комплекс застройки. И жилье, и логистические центры, и торговые центры. Вот она, пока не поднятая целина одного из бывших совхозов Подмосковья. В официальных бумагах сухо написано «Проект А-101». Неофициально это один из будущих городов-спутников Москвы. Разработчики говорят, пусть не через 4 года, но здесь будет город. Сад собственными магистралями, школами, а главное крупным бизнес-центром. Все, что вы видите вокруг, вот все эти территории, прямо до горизонта, это все территория нашего проекта А-101. Они возьмут старт с 16 миллиардов рублей, и это только на строительство жилья. Пока бульвары, магазины и даже университет – это реальность исключительно виртуальная. Проект рассчитан на несколько десятков лет и миллиардов рублей. Чтобы здесь появились детские сады, школы и парки, реки вспять, конечно, не повернут. Но придется перенести лэп и проложить новые дороги. Это солнцево-бутово-видное. Вот эта дорога дублера МКАД, которая позволит выехать либо на Варшавское шоссе, либо на Киевское шоссе и не попасть именно сюда, на теплый стан в пробку. Бизнес-элита уходит из Москвы. К строителю Уманскому недавно приезжали московские риэлторы. Выкопили квартиры сразу на двух этажах в доме, где еще только заложили фундамент. Фундамент новый и, судя по всему, в скором времени модной, не столичной жизни. Несколько лет назад руководитель английской компании Мэйджик объявил своим сотрудникам о том, что офис компании из центра Лондона переезжает в пригород, где, по его мнению, созданы более комфортные условия для эффективной работы. Наш первый герой принял похожее решение. Встречайте президента Центра промышленного дизайна и инновации «Астроросса» Владимира Пирожкова. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Владимир, скажите, пожалуйста, куда и почему вы хотите переехать? Ну, для начала я хочу немножко маленькую историю уйти. Я для начала переехал из Ниццы в Москву. 16 лет жизни во Франции и работы там. Переехал в Москву, потому что здесь наиболее перспективные сейчас идут движения. И Москва город сложный, слезам не верит. Вот, поэтому, поскольку люди в моем центре творческие и очень, может быть, даже романтические, то нужно переезжать куда-то рядом с Москвой, где есть вид, где есть вода, где есть место, где можно помечтать. Так, вы заинтриговали. А чем же, простите, таким занимается ваша компания? Ну, скажем так, это, опять же, немножко надо уйти в историю. Значит, я был 8 лет, последние 8 лет, был старшим дизайнером концерна Toyota Lexus. И департамент стратегического развития компании и развития рынков европейских и американских рынков. Вот, сейчас время пришло вернуться сюда, в Россию, чтобы посмотреть, что здесь можно сделать для страны. Не повышать более ВВП Японии, обратить внимание на наши истории. Вот, и компания занимается стратегическими исследованиями, возможностями выхода на западные рынки, повышением эффективности работы наших компаний российских. Это очень актуально сейчас. Куда вы приняли решение переехать? Как далеко от Москвы и какое направление для себя выбрали? У нас было несколько площадок предложено для рассмотрения. Наиболее яркой, что ли, и наиболее комфортной площадкой оказался как раз вот город Константиново. Он недалеко от Москвы, всего там 15-18 километров. Он между международным аэропортом Домодедово и Москвой, что очень удобно. Плюс в этом городе планируется станция железнодорожная, которая идет с Павелецкого вокзала до Константинова. Очень удобно, 15 минут езды, и вы в центре города. А что там будет, кроме вашей компании? Там будет... Я, по сути, думаю, что это будет такая силиконовая долина немножко, по аналогии с многими центрами, которые на Западе есть. Это технологические компании, высокотехнологические компании, в том числе много очень творческих компаний, может быть, даже телевидение 21 века. И для нашей компании очень важно, чтобы было взаимоопыление, так называемое, чтобы специалисты в дизайне и в стратегиях могли общаться с артистами, с технологами, с электронщиками, с физиками и так далее. То есть это очень важно для развития общечеловеческих ценностей, скажем так. Когда будет построен этот город? Я думаю, что скоро. Но вы не сами будете строить, это будут строить... Да, будут специалисты строить, потому что каждый человек обучен чему-то правильному в этой жизни. Я умею рассчитывать будущее, скажем так. А кто-то умеет хорошо строить. Я думаю, что это будут или японцы, или немцы, или, может быть, даже русские компании, кто будет строить наш центр. Но вы же представляете себе, какие шоколадные условия должны быть созданы, для того, чтобы поехали туда люди работать? Ну, от того, я не только представляю, я постараюсь их помогать создавать, эти шоколадные условия. Потому что задача какая? Не просто построить город с кукурузами такими многоэтажными, да, а нужно построить город, в котором...